МИХАИЛ САМАРСКИЙ РАДУГА ДЛЯ ДРУГА ЧИТАЕТ ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА, ЭТО СОБАКА ТУССЕН ШАРЛЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДОРОГА К ДОМУ ГЛАВА ПЕРВАЯ КАК СОБАК НЕРЕЗАНЫХ ОЧЕНЬ ОСТРОУМНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ НИ СЕСТЬ, НЕ ВСТАТЬ АЙ ДА МОЛОДЦЫ, АЙ ДА ЛЮДИ Интересно, что бы вы сказали «ВВЕДИ МЫ В СВОЮ СОБАЧЬЮ РЕЧЬ» ПОДОБНЫЙ ФРАЗЕЛОГИЗМ, НО ВЫВЕРНУТЫЙ НАИЗНАНКУ Вот представьте такую ситуацию Приезжаю я домой с выставки А соседский пес у меня спрашивает «Как успехи, дорогой? Много было собак?» А я ему отвечаю «Да как людей нестрелянных?» Вроде бы и нестрелянных, а сердце холодеет «Ну и как вам, выраженница?» «Не думаю, что кому-то понравится» Вот так же и нам, дорогие наши двуногие друзья Как тут не согласишься, что собака — это наглядный пример человеческой неблагодарности Да ладно уж, я в общем-то о другом Смотрите, что происходит Хватают меня за уши, треплют за шею, Тыкают пальцами в морду Можно я буду говорить «лицо»? Ну так вот, тыкают в лицо всякой гадостью Впрочем, не буду кривить душой Ни гадостью, далеко не гадостью Иногда такой вкуснятиной, что слюной можно поперхнуться Однажды я чуть было не сорвался Стоим еще с моим первым подопечным Иваном Савельичем Царство ему небесное перед пешеходным переходом Ждем, когда загорится зеленый свет Моя задача — проследить, чтобы все машины остановились Да не просто остановились, а в положенном месте Вы думаете, зря для вас людей рисуют полосы перед светофором? Пользуясь случаем, прошу вас, товарищи водители Не заезжайте за эту стоп-линию Зрячему человеку проще Он обогнул капот автомобиля Если тот все-таки заехал и пошел дальше А мой подопечный не сразу понимает Чего я от него хочу в такие моменты Вроде пошли по переходу, а тут поводырь отклонился от курса Понимаете? Сказать-то я не могу Начинаю скулить, тянуть поводок Даже иногда гавкнуть приходится Подопечный теряется, останавливается Пытаясь сообразить, что это я такое вытворяю Тросточкой стук-стук-стук Некоторые водители едва через окно не выскакивают Орут Машину поцарапаешь, гад! Какой же он гад! Ему же нужно как-то определить, какой предмет перед ним Тут рукой не пощупаешь Можно и без руки остаться В общем, пока разберется, светофор уже моргает Машины начинают поревывать, к старту готовиться Когда нетерпеливые водители давят на газ, это еще полбеды А есть такие идиоты, что еще и сигналить начинают Дескать, давай-давай, слепошары, проходи скорее Или мне свистят и чмокают, типа подбадривают Если бы вы знали, люди, как я в такие моменты вас недолюбливаю Иногда смотришь на вас и думаешь «Да как же вам не стыдно-то? Ведь такая беда может со всяким случиться» Неужели, выиграв пару секунд на этом проклятом светофоре Вы получите удовольствие? «Очень вас прошу, люди, увидев слепого с поводырем Ну, с таким, как я Ведите себя как можно спокойнее и тише Не отвлекайте нас, не доводите до беды Договорились?» «Ну так вот, стоим перед зеброй И тут я правой ноздрёй чую умопомрачительный запах Знакомый до боли в желудке Я уже слышал его, когда проходили мимо киоска С надписью «Куры-гриль» шаурма Стараясь не отвлекаться от дороги Кашу глазом и вижу смачный кусок курочки Поджаристый, золотистый, ароматный До сих пор не знаю, как я в тот момент сдержался И не схватил этот деликатес Всё-таки школа для собак многое значит Спасибо, конечно, вам за добро, за ласку За желание угостить Но, люди, я же на работе Понимаете? Я не та изнеженная баллонка Или пуделёк, которые беззаботно гуляют со своими хозяевами От скуки побрызгивая на столбики Серьёзно говорю, я работаю А не просто иду со слепым человеком И поверьте, это не так уж и легко Моя задача — довести подопечного туда, куда ему нужно И чтобы во время пути он не разбил себе голову Не споткнулся, не упал Не промочил в луже ноги, в конце концов Я обязан предупредить его обо всех преградах Должен успеть остановиться перед любым препятствием И дать возможность человеку проверить тростью, что перед ним Если преграда перекрывает часть дороги Я отклоняюсь вправо или влево И обвожу подопечного При этом наблюдаю, чтобы он не прошёл Под низко склонившимися ветками Или ещё какой-другой штуковиной на уровне его роста Не столкнулся с другими людьми Если мы передвигаемся на автобусе или трамвае Я указываю на вход, а потом на выход В общем, забот хватает Вы хоть представляете, что это такое Работать поводырём Если скажете «да», не обижайтесь, я укушу вас Не надо быть таким самонадеянным и скоропалительным Чтобы представить и понять мою работу Нужно самому со шлейкой на спине пару лет Походить за этими беспомощными хозяевами Вы заметили, что слово «хозяева» я беру в кавычки? Да, некоторые считают себя нашими хозяевами Хотя сами без нас и шага не могут ступить Вот захочу я Между прочим, породистый лабрадор Даже, говорят, родственник собаки одного известного политика Чтобы мой так называемый «хозяин» расшипло по стену Или, допустим, врезался в какой-нибудь столб Да мне это как на куст пос... смотреть Но я же профи Меня в специальной школе обучали два года А это, по-вашему, примерно лет десять Вы за это время успеваете два высших образования получить Конечно, я не позволю себе такой гнусности Подставить подопечного Моя задача — уберечь его от всех этих недоразумений Но обидно, когда говорят «твой хозяин» Те, кого я сопровождаю, не хозяева мне Это мои друзья И поверьте, даже из вас, людей У них никогда не будет друга преданнее и надежнее, чем я Вы можете скривиться, усмехнуться, закатить глаза Даже пнуть меня ботинком Но от этого ничего не изменится Вы сами придумали поговорку «Хорошо, когда собака — друг человека» Но плохо, когда друг — собака Придумали, но не подумали Хотя Бог наградил вас разумом и способностью размышлять Что же плохого в том, что ваш друг — собака? Да ладно Я же понимаю, что вы имели в виду Потому и не обижаюсь В общем, если вам интересна эта история Я продолжу Мне уже пять лет По человеческим меркам я в два раза старше своего подопечного Сашке сейчас тринадцать А раньше я работал у слепого пенсионера Иван Савельевич был замечательным человеком и моим другом Иногда он даже разрешал мне на своей кровати поваляться Придем домой Иван Савельевич снимет с меня все эти поводырские прибамбасы Покормит, расчешет и говорит «Давай, Трисон, расслабляйся» «Вы думаете, мне легко ходить со шлейкой?» «Вечером, когда я от нее избавляюсь Так хочется на спинке поваляться Лапы задрать к потолку Вытянуться во весь рост Потом попрыгать Мячик погонять» Иван Савельевич никогда меня не ругал Даже в тот злополучный вечер, когда я разбил вазу Понимал старик, что ненарочно Мне было стыдно Прижался к его ноге и потихонечку скулил Иван Савельевич погладил меня и сказал «Не плачь, Трисон, бог с ней, с этой посудиной Посуда бьется, жди удач» Я до сих пор так и не понял Какая удача может быть от разбитой вазы? Не слышал, чтобы по телевизору об этом рассказывали В общем, умер мой Иван Савельевич А меня вернули в школу Как я по нему скучал Кусок в горло не лез Все думал, кому же меня теперь отдадут Не знаю, какими судьбами Но как-то в нашу школу приехал Сашка Нынешний мой хоз... подопечный Если вы зрячий и никогда не сталкивались С проблемами слепых людей То поясню специально для вас Прежде чем нас, собак-поводырей Передать новому х... Тьфу, черт! Надо же, как внушили своими дрессировками Подопечному мы должны провести какое-то время вместе То есть привыкнуть друг к дружке Принюхаться, приглядеться Хотя кто будет ко мне приглядываться, если они все слепые? Это я должен делать А они только прислушиваются, принюхиваются Ну и еще прищупываются На всякий случай, чтобы аллергии не было какой-нибудь Или другой какой гадости У людей много всяких заскоков Это мы, неприхотливые Хотя случается, что и мы тоже взбрыкиваем Да-да, наша овчарка Лада из седьмого вольера Так и не смогла найти общий язык со своей новой подопечной Женщина вернула Ладу обратно в школу Кстати, отличная школа поводырей Так что, если понадобится, обращайтесь Меня, конечно, там уже нет Но мои друзья и подруги вас, поверьте, не подведут Знаете, как нас там проверяют? Ого-го! Тесты всякие, испытания Иными словами, кого попало, туда не берут Мы, студенты этого университета Все обладаем уравновешенной психикой Не отвлекаемся, во всяком случае стараемся изо всех сил на шум Совершенно не замечаем этих отвратительных котов и кошек Нет, замечаем, конечно Как можно не заметить? Но внимания не обращаем Опять неправильно Мы не имеем права на них реагировать Чем эти зеленоглазые негодяи часто пользуются Серьезно Вот вам недавний случай Завожу я своего Сашку в подъезд Там много ступенек, нужно быть крайне осторожным А в этот момент из двери выходит краля персидских кровей Или шерстей, кому как угодно Вся такая пафосная С идиотским розовым бантом на шее Коготочки пострижены Хвостик надушен Ушки словно маленькие локаторы Верть-верть в разные стороны Вот клянусь вам собачьей честью У меня и в мыслях не было на нее рычать Тем более гавкать А это белобрысая дура Как фыркнет, как хвост свой распушит Как спину выгнет и хрясь Меня лапой помор По лицу Если б вы знали, как мне было обидно Да если бы не Шурик, мой профессионализм и не моя ответственность Я бы этой истерички одним щелчком хвост перекусил Честное слово От обиды чуть не заплакал Даже немного заскулил Эта доморощенная баронесса, несмотря на остриженные когти, все-таки умудрилась поцарапать мне нос Слизнул я солоноватую каплю крови И повел Саню домой А что делать? Нельзя мне на этих дурочек отвлекаться Сашка до моего прихода жил с мамой и бабушкой Папа у них погиб в автокатастрофе Оказывается, в тот роковой день вместе с ним ехал и Шурик Ему было тогда 11 лет Врачи вынесли приговор Радужка и хрусталик безвозвратно потеряны Я мало чего понимаю во всех этих тонкостях Но после трагедии парень перестал видеть В семье поговаривают, что есть какой-то знаменитый доктор, который может вернуть Сашке зрение Но когда это произойдет, никому неизвестно А пока что я, его и доктор, и глаза, и друг Глава вторая С Санькой мы быстро нашли общий язык Хотя сначала я на него обижался Совсем немножко Сами посудите Как вы уже поняли, меня зовут Трисон Когда мы в школе вместе с ним дрессировались, он так меня и называл Все было нормально Сашка успешно сдал экзамен А чему удивляться? Со мной любой новичок справится Я же не только выполняю команды подопечного Частенько приходится и инициативу проявлять В пределах разумного, конечно В общем, все прошло гладко Приезжаем домой вместе с Сашкиной мамой А там бабушка, Елизавета Максимовна Тоже встретила нас приветливо Имя ее я, кстати, узнал совершенно случайно Сосед приходил и так называл бабулю Да, кстати, дома ее почему-то все называют бабулей Я заметил, у людей есть подобные странности Сашка-то, понятное дело Но и Светлана Сергеевна туда же А я думаю, какая же она тебе бабуля, если это твоя мама? Вас, людей, иногда сложно понять Ну да ладно, это не важно Так вот, я Трисон Вы хоть знаете, что это за имя? О, это вам не Тузик какой-нибудь, пятнистый И не Рекс, косолапый Иван Савельевич мне подробно рассказывал о моем имени Мало того, что я и сам породистый пес Так вдобавок ко всему и имя у меня непростое Так звали тибетского царя Трисонг-де-Цен Который много-много лет назад пришел к выводу Что просветление можно достигнуть Только после морального и духовного совершенствования Под руководством мастера Без всякого бахвальства заявляю Мастер у меня в школе был безупречный Вы поняли, к чему я клоню? Не шуточное дело Просветленный лабрадор И вдруг ни с того ни с сего Санек начал называть меня Тришей Я сначала даже не понял, к кому это он обращается Проснулся рано утром и шарит рукой возле кровати Меня ищет Но я же не дурак под ногами лежать Разместился у торца кровати Чтобы случайно Сашка на меня ночью не наступил Я привстал, афкнул тихонько Давая понять, что я здесь Слышу, а он говорит Три... Триша, ты где? Подойди ко мне, пожалуйста Я сижу и думаю Может, игрушку какую ищет? Поглядел по сторонам Ничего похожего не вижу Медведь плюшевый сидит в углу Так Сашка сам вчера рассказывал, что его Топтыдином зовут Где этот чертов Триша? Ничего понять не могу Сашка посидел-посидел на краешке постели и говорит Трисон! Это уже меня Подбегаю к нему Тыкаюсь носом в коленки Он гладит меня и снова говорит Тришенька, миленький Ну как тебе спалось на новом месте? Вон оно что Оказывается, Сашка меня Тришей называет Вот это номер Какой же я тебе Триша? Ты что, Санек? Но самое обидное, что я Ничего сделать с этим не могу С тех пор и хожу в этих Тришах Вслед за Санькой Светлана Сергеевна и Елизавета Максимовна Кличут меня теперь только так Сначала я места себе не находил Как скажут Триша У меня аж шерсть дыбом встает Такое имя потерять Был царем Стал какой-то плюшевой собакой Вы бы видели меня Я не просто какой-то там Палевый или желтый пес А золотой Не верите? Внимательно посмотрите на меня В яркий солнечный день Особенно после того, как я выхожу из душа Такой красоты ни у одной собаки не найдете Да вы бы лопнули от гордости Будь у вас такая родословная, как у меня Мои предки — собаки викингов и басков Которые обитали на острове Ньюфаундленд До XVIII века европейцы в глаза не видели никаких лабрадоров Мы, между прочим, по мнению моряков Всегда считались и считаемся до сих пор Залогом счастливого плавания И если вы думаете, что это заурядное суеверие То глубоко заблуждаетесь Мои предки всегда помогали людям Например, могли помочь тонущим морякам Вытягивая на берег канат, по которому те перебирались А самых нерасторопных просто перевозили на себе Отправляясь в плавание Ньюфаундлендские моряки всегда брали с собой пару собак Моей породы, конечно И какие у них были имена Волна и прибой Вы хоть понимаете, что это значит? Волна, прибой А тут какой-то занюханный тришка Ну как же обидно Хотя я уже давно смирился Черт с вами Называйте, как хотите